Всем привет! Меня зовут Юля и это мой канал о вязании. Сегодня я хочу с вами поговорить о рафе. У меня был небольшой опыт совершенно. Я связала две шляпки, но я перевязывала их очень много раз. У меня есть натуральная рафе SP и бумажная рафе. К сожалению, я название не помню. Рафе SP скручена была в рулоне и выглядит она вот так, уже нить сформирована. Она очень тоненькая, может рваться, а вот так она вообще не рвется. На ощущение она такая, знаете, чуть-чуть маслянистая, скользкая и очень сильно приятная. Хочется ее трогать и трогать. И бумажная рафе, она идет вот такой длинной полоской, не сформированной, и в этом ее минус. Для меня, по крайней мере, в изделии они друг от друга сильно отличаются. Здесь столбики пошире, здесь поуже, хотя крючок был один и тот же. Первую шляпку я вязала эту. Рафе SP в рулоне уже скрученная, и из-за этого она как-то перекручивается и вязать очень было неудобно. После того, как я провязала изделие и мне оно не понравилось, как оно выглядит, были и дырочки, столбики были не очень красивые. Я решила рафию распустить. Так как у меня был один моточек, вот с таким я не могла работать, я просто решила ее распрямить. Это занимало, конечно, очень много времени, но когда я начала заново вязать, мне понравилось намного больше изделия. Чтобы это все изменить и что-то с этим сделать, необходимо время. То можно это и отпарить. Смотрите, как всегда начинают вести рафи. Рафия распрямляется. Кстати, когда утюжим рафию, рафия тоже приобретает хорошо форму, поэтому рафию спокойно можно отпаривать, чуть-чуть ее еще расширить. Так все-таки она будет намного красивее. Да, это займет время. Зажите не спеша. Когда начинаешь прям вот быстро это все делать, совершенно начинается какой-то беспредел. Когда я провязываю, то стараюсь сильно не тянуть ниточку, чтобы не делать большие дырочки. Когда рафия отпарена, то изделие получается намного красивее. Толбики становятся ровнее. Крючок у меня 3,5, но я, наверное, буду пробовать троечку. С рафией работать одно удовольствие. Рафия из бумаги идет в рулоне и выглядит вот так. Это длинная полоска. И это ее минус, потому что при вязании она начинает формироваться только тогда. Как для потребителя я бы лучше поменяла их по накрутке. Эту рафию я сделала пластом, чтобы она формировалась уже в вязании, а бумажную рафию наоборот надо вот так вот сделать, чтобы она себя вела получше и вязалась проще. Из-за того, что она не скользкая, вяжется туго, дырочки в ней видны сильнее. Форму держат обе рафии. Даже в этой шляпке нету нигде ригелина. Я намочила рафию. Эта более стала упругая. Эта, если ее вот так сделать, даже начинают пропадать дырочки. Посмотрю завтра, что произойдет, как она высохнет. Я думала, что бумажная рафия поведет себя по-другому, но нет. То есть тоже выглядит достойно. Поэтому при намокании лучше создать им форму, которая была изначально, чтобы они хорошо высохли и ничего с ними не произошло. Может она существовать, но ей необходимо придать форму. Поэтому я наматывала на руку, сжимала ее по-разному. Да, это тоже занимает время. Но лучше она стала вязаться после того, как я это сделала. Получается, что она становилась помягче и можно было уже вязать чуть лучше. Из-за того, что бумага сухая, не может кользить, приходится тянуть посильнее. И изделие из-за этого получается не такое красивое. Она прям хочет, чтобы ее посильнее, знаете, мяли. Чем сильнее помнешь, тем лучше она будет себя вести при вязке. Насколько бы не был скользкий вот этот крючок, это волокно просто не скользит. Ну все, я даже вязать дальше не буду, потому что не нравится мне это делать. Но вот какая в итоге у меня шляпка получилась. Выстраданная. Какие вот сильные дырочки у нее, видите, есть. Столбики особо не контролируются. Сложнее вязать из бумажной рафии. Для шляпки канате, когда мы делаем верхушку, мы ее сразу отпарили. Потом идет наша высота. Как-то же ее тоже надо отпарить и сделать красивой. Поэтому я взяла вот такую вот коробочку. Они продаются в цветочном магазине. Лучше подобрать по диаметру идеально коробочки. Но у меня была такая. Я просто вот так прикладывала и отутюживала. И за счет этого получалась идеальная шляпка. Поэтому возьмите на заметку. Кстати, на таких же коробочках можно сразу же хранить шляпку. Если будет идеальный вот размер, чтобы шляпка сама не проседала. Чтобы она была в идеальной всегда форме. Самое главное понять, какой вы эффект хотите добиться. Если хотите связать идеальную шляпку, обязательно подготовьте свою рафию. От этого зависит итог вашей работы. Обязательно пробуйте на небольших каких-то кусочках. Попробуйте ее отпарить. Попробуйте ее помять. Тогда вы больше о ней что-то поймете. Если бы я не перевязывала что одну, что вторую несколько раз. Я бы не поняла вообще, как мне с ней работать. Что происходит с ней. Как она себя ведет. Что мне сделать. Как мне ее вернуть в изначальное состояние. Поэтому творите с удовольствием. Всего хорошего. Пока-пока.